Российский бензин приобретает аромат арабской весны Экономика Нефтегаз 16 июня 9.57 Российский бензин приобретает аромат арабской весны Слова чиновников о сдерживании цен на топливо в пределах инфляции несостоятельны Андрей Захарченко Комментариев просмотров 5328 Фото Елена Афанина ТАСМатериал комментируют Александр Абрамов Алексей Эмпилогов Леонид Хазанов Сергей Хистанов По итогам мая нынешнего года стоимость бензина в стране увеличилась в годовом выражении уже на 2,8%. Таким образом, средневзвешенная стоимость литра этого моторного топлива достигла отметки в 44,09 рубля. За это же время дизельное топливо прибавило в цене 0,1%, плюс 3 копейки за отчетный период, покарив 46 рублевый рубеж. При этом, выступая на полях Петербургского международного экономического форума, министр энергетики Александр Навак подчеркнул, в течение 2019 года темпы роста цен на АЗС не превысят уровня инфляции. В 2020 году, добавил он, ценам не даст преодолеть этот рубеж демпфирующий механизм. Что касается цен на розницу, они будут в пределах инфляции. Наша задача регулировать, в том числе за счет созданного инструмента, в рамках измененного налогового законодательства обратного акциза, демпфера. Сдерживать рост цен на топливо в пределах инфляции правительственная политика, заявил он. Как полагает руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник, чиновникам в целом удастся выполнять свои обещания. Да методы, используемые властями, небесспорные вызывают в свой адрес диаметрально противоположные высказывания. Но лично я пока никаких поводов для беспокойства не вижу. Читайте также. В России началась репетиция Майдана. Несистемная оппозиция и правительство Медведева раскручивает маховик цветной революции СП. Но, как известно, 30 июня подходит к концу срок соглашения чиновников с нефтяниками о заморозке цен на топливо. Не будет ли его непродление означать, что в стране начнется очередной топливный кризис? Действительно, продлевать его чиновники пока не видят смысла. Однако, полагаю, демпфирующий механизм к тому времени будет работать гораздо лучше, не позволяя выпускать ситуацию из-под контроля. Кроме того, в руках правительства ведь есть еще такой мощный инструмент, как введение заградительных пошлин на экспорт нефтепродуктов. Впрочем, ряд других экспертов придерживается мнения, что дело в этой сфере обстоят на так гладко, как это, возможно, кажется со стороны. Так, пресс-служба Независимого топливного союза недавно распространила соответствующие заявления. В прошлом году при аналогичной складывающейся ситуации регуляторы тоже говорили, что цены на моторное топливо будут расти в пределах инфляции. В итоге мы получили ценовой скачок, который удалось остановить только лишь снижением акцизов на топливо, административным принуждением крупных нефтяных компаний к увеличению поставок на биржу и заморозкой розничных цен. Сейчас история повторяется, говорится в нем. Президент Фонда исторических исследований и оснований Алексея Нпилогов также призывает относиться с изрядной долей скептицизмом к обещаниям чиновников высшего эшелона. Цены на топливо, подчеркнул он в беседе с корреспондентом СП, зависят от целого ряда факторов, которые чиновникам, по сути дела, не подконтрольны. И чтобы там они не заявляли, я полагаю, в ближайшей перспективе цены на топливо все же превысят уровень инфляции. Потому что в руках у правительства остается крайне мало рычагов, которые могут каким-то образом удержать ситуацию. Кстати, правительство, по сути, само оказалось виновата в скудости имеющегося арсенала воздействия на топливный рынок, принимая несколько лет подряд крайне, как выяснилось на практике, неудачные решения. Например, налоговый маневр в нефтегазовой сфере оказался полностью провальным. Его смысл был в том, напомнил главный аналитик Банка Солидарность Александр Абрамов, состоял в том, чтобы, с одной стороны, увеличить поступление в бюджет. С другой стороны, ожидалось, что поднятие внутренних цен до мирового уровня положит конец слишком расточительному и неэффективному использованию природных ресурсов, подстегнув компании к использованию энергосберегающих технологий. Но ничего этого не произошло. Мы фактически лишились экспортных пошлин, хоть и компенсируемых повышением налога на добычу полезных ископаемых. К тому же, вместо бюджетных приобретений на практике правительству пришлось принимать решения о крупных дотациях бюджетникам, чтобы удержать цены на бензин. В итоге на дотации потрачены сотни миллиардов рублей, а проблемы остаются. Вертикально интегрированные компании от этого, конечно, выиграли. Но по факту была подорвана рыночная конкуренция. А в этом случае результат всегда одинаков ухудшение качества услуг и продолжение роста цен на бензин. С 1 января этого года очень сильно подняли налоги на бензин, констатировал член Комитета по энергетической стратегии развития ТЭК ТПП России Рустам Танкаев. В полтора раза увеличили акциз, увеличили НДС, увеличили налог на добычу полезных ископаемых, увеличили тарифы на перевозку нефти и нефтепродуктов. Все это вместе привело к тому, что все нефтеперерабатывающие заводы в России стали нерентабельными, ведь цены на бензин и дизельное топливо зафиксированы еще с 31 октября. Из 37 крупных нефтеперерабатывающих заводов 8 не входят в вертикально интегрированные компании, не существует источника для датирования производства бензина и дизельного топлива на этих заводах. Значит, они разоряются. А предприятия производят около 10% бензина в России. Объемы производства бензина и объемы потребления у нас сейчас равны между собой. Если 10% убрать с рынка, будет дикий дефицит. Он приведет к резкому скачку цен. Конечно, признал аналитика Офином Алексей Калачев, в руках правительства все еще есть инструменты, которые могли бы обеспечить стабильность на рынке. Это, в частности, поднятие цены отсечения для нефти по бюджетному правилу и снижение акцизов на моторное топливо, которые в цене бензина занимают значительную долю. Но это, уверяют эксперты, вряд ли произойдет. Если отменить акциз на бензин, то наш бюджет элементарно рассыплется. Основным источником поступления налогов в наш бюджет является нефтегазовый комплекс, облагаемый акцизами, экспортными пошлинами и ТПИ. Сейчас это основный драйвер нашей экономики. И эта зависимость будет сохраняться еще очень долго, продолжает тему эксперт-экономист Леонид Хазанов. Несмотря на то, что со всех экранов говорится о необходимости развития несырьевого экспорта, давайте посмотрим правде в глаза. Мы как сидели на нефтяной игле, так и продолжаем на ней сидеть. У нас автомобилистроение, авиастроение и сельское хозяйство далеко не такие уж сильные сферы, как хотелось бы. До сих пор аграрии получают субсидии, субсидируется даже продажа сельскохозяйственной техники. Все это вытягивают на себе нефть и газ. Скорее всего, резюмировал Алексей Анпелогов, правительству ничего не остается, кроме как продолжать делать заявления о попытках сдержать рост цен на топливо в пределах инфляции, при этом не снижая налог на добычу полезных ископаемых, в противном случае придется повышать налоговую нагрузку на всю остальную экономику. Одновременно чиновники продолжат субсидировать нефтяникам разработку нефтяных месторождений, а цены на топливо продолжат упрямо ползти вверх. Альтернатива этому, по мнению эксперта, искусственное сдерживание цен на топливо на автозаправках. Нечто подобное, напомнил он, было в Египте, когда себестоимость производства топлива обходилась местной нефтянке в 2 фунта, а стоимость литра бензина на египетских колонках удерживалась на уровне 1 фунта. В итоге все это привело к полному истощению газбюджета и стало одной из движущих причин арабской весны. И российское правительство этот момент, полагает Алексей Эмпилогов, понимает. Рейтинги Путина и Медведева победили пенсионную реформу, как власть пытается спасти обрушенный непопулярными решениями уровень доверия россиян. Но если так, то слова доцента кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела Ранхикс Сергея Хистанова, сказанные им в беседе с СП в самом начале июня, выглядят пугающе пророческими. 1,2 вопросительный знак 1,4 евро за литр. 1,2 вопросительный знак 1,4 евро за литр.